Oh, everybody! Welcome to my YouTube channel! Привет всем! Добро пожаловать на мой YouTube канал! Друзья мои, сегодня мы продолжаем изучение английского языка по книге «История» о фильме «Титаник». Не буду занимать много вашего времени, продолжаем. А после этого поговорим. Поехали! Strange Books In 1898, Morgan Robinson wrote a book called «Futility» or «The Wreck» on the Titan. The book told the story of a ship crossing the Atlantic. It hit in an iceberg and sank. Almost all the passengers died because there weren't enough lifeboats. Translate Strange Books Странные книги Strange Очень легко запомнить это слово. Strange – странный. Strange Books Странные книги In 1898, в 1898 году, мы помним, делим дату на две части, называем первое число, здесь 18, 18 и 98, 98. Morgan Robinson wrote, написал «A book» книгу «Cold», которая называлась. «Cold» – это звать, называть. «Cold» – иди, прошедшее время. «Cold» – «Futility» – тщетность. Or «The Wreck of the Titan» или «Wreck» означает «крушение» on the Titan, на Титане. «The book told the story». «The book» – книга. Почему «The»? Потому что конкретная книга, артикль «The». Мы помним, артикль «E» используется, когда не что-то абстрактное, не конкретное. «The» – это конкретика. Конкретная книга вот лежит на столе. «The book». «The book told the story». Книга рассказывала. Глагол «tell» – вторая форма «told». Рассказывала «the story» – историю. Опять же, то же самое «de», потому что конкретная история. «Of a ship crossing the Atlantic». О корабле, пересекающем Атлантику. «Cross» – мы помним это «пересекать». «Crossing» – инговое окончание, когда действие происходит прямо сейчас. Либо в тот момент, но оно происходило, оно было текущим. Вот это инговое окончание – это текущий момент. «Корабль» – «a ship crossing», пересекающий the Atlantic, Атлантику. «It hit an iceberg and sank». «It hit» – он столкнулся. «Hit» – это «бить». «Бить» в данном случае можно перевести как «сталкиваться». Мы понимаем, что корабль сталкивается. «It» – почему «it»? Потому что это средний род. «Оно» – речь идет о корабле. И, соответственно, здесь, чтобы не повторяться «ship» – «ship» – используется «it». Все очень просто. «It hit» – он столкнулся. «An iceberg» – с айсбергом. Почему «n» – а не «e»? Потому что следующее слово начинается на гласную букву. «I» – айсберг, айсберг. Поэтому для красоты речи «an iceberg», чтобы не было «a iceberg». «In hit» – «it hit a iceberg». Ну, честно говоря, дискомфортно. Для этого они используют «an» – для мягкости, для такой мелодичности в произношении. «It hit an iceberg». «Он столкнулся с айсбергом». «And sank» – и затонул. Глагол «sing» – это «тонуть». «Sank» – вторая форма. «Almost all of the passengers». «Almost» – почти. «All of» – все of the passengers. «Из пассажиров» – «died» – погибли, умерли. «Because» – потому что «there weren't» – там не было «enough» – достаточно «lifeboats» – спасательных шлюпок. Мы помним, что «lifeboat» – это спасательная шлюпка. Делим это слово на две части. «Life» – это «жизнь», а «boat» – это «лодка». Здесь идет словосочетание и рождение единственного слова по значению «спасательная шлюпка». «Lifeboat» – «s» в конце. «Lifeboats» – потому что указывается на то, что множественное число. Их было много. «Six years earlier, in 1892, William Ted Stead wrote from the old world to the new. In that story too, a ship hit an iceberg and sank. Another ship picked up the survivors». «Six years earlier» – «earlier» – это «раньше». «Late» – это «позже», «early» – это «рано». А «earlier» – это «ранье», то есть «еще более рано, чем рано». Вот такое у нас словоблудие. «Six years earlier» – «шестью годами раньше». «In 1892, в 1892 году, William T. Stead, William T. Stead wrote, написал». Опять же, глагол «write» – «писать», «wrote», написал «from the old world to the new». Книга называлась, история называлась книга «from the old world» – «из старого мира» – «to the new» – «в новый». Что имеется в виду, «old world» – «старый мир» – «так называли и называют по сей день грамотные люди Европу». Европа – это «старый мир». США, Мексика, Канада – это «новый мир». Эти континенты были открыты уже после того, когда в Европе процветала цивилизация. Итак, «from the old world» – «из старого мира» – «to the new» – «в новый». «In that story» – «в той истории» – «to» – «то же» – «a ship», «corабль» hit an iceberg and sank. Столкнулся с айсбергом и утонул. «Another ship picked up the survivors» – «another» – «другой ship», «corабль» – «picked up», «подобрал». Это фразовый глагол «pick up» – это «подбирать». Сейчас у молодёжи есть такое слово, как «пикапер». Это тот, кто, скажем так, цепляется к девушкам на улице и пытается с ними познакомиться. Вот такое модное сейчас у них движение – «пикаперы». Всё это идёт от английского языка. На самом деле, «pick up» – это «подобрать». «Picked up» – мы видим здесь прошедшая форма «подобрал». «The survivors» – «выживших». «Survivor» – «выживший» в единственном числе. «Survivors» – «выжившие». «The captain's name was AJ Smith» – «the name of the Titanic's captain. Twenty years later, Stead travelled on the real Titanic. He didn't survive». «Translate». «The captain's name» – «капитанское имя». Мы видим «s» в конце означает «принадлежность». А когда «принадлежность», мы с вами знаем, в конце ставится «s». «Captain's name» – это как вот «mother's day» – «день мамы». Есть такой праздник «mother's day». «День мамы» в Америке – 8 марта. «Mother's day» – «день матери». «Father's car». «Brother's computer» – «брата компьютер». «Sister's telephone» – «телефон сестры». Так вот здесь «captain's name» – «капитана имя». «Капитанское имя». Можно так запомнить для удобства. «Was» была «AJ Smith». «AJ Smith» – «the name» – «имя» of the Titanic's captain. Здесь идет «тире». Это означает, что в книге капитана звали AJ Smith. И идет подчеркивание о том, что «the name of the Titanic's captain» – «такое же имя» было у капитана Титаника на настоящем корабле. «Twenty years later» – «двадцать лет спустя». «Stead» – это фамилия. «Stead» – «traveled» – «путешествовал» – «on the real Titanic» – на настоящем Титанике. «Real» – легко запомнить «реальный настоящий». «He didn't survive» – «он не выжил». Мы видим «did not» – это прошедшее время. Простое прошедшее время. «Past simple» так называемый. Не будем грузиться этими всеми страшными названиями из школы. «Didn't survive» – «he didn't». Отрицаем. «Не survive» – «выжил». «Dreams and bad feelings». Новая глава называется «Dreams» – «сны» и «bad» и «плохие» – «feelings». «Ощущение». «Чувство» либо «ощущение». «Feel» – вообще глагол «to feel» – это «чувствовать». «Feeling» – это «чувство». «Feelings» – в данном случае множественное число. «Чувство» либо «ощущение». К тому же, как удобно, либо по контексту, смотрим сами. «The Edelmans were planning to return to America on the Titanic. Suddenly, Mrs. Edelman had a terrible feeling of danger. She and her husband didn't travel on the Titanic. «Транслейт». «The Edelmans were planning to return». Это фамилия – «Edelmeny». «Edelmeny were» – мы видим «w». Почему? Потому что их много. Как минимум двое – муж и жена. «Husband and wife». «Edelmeny were» – «были». «Planning» – что они были в процессе планирования. Мы можем сказать просто «планировали». «to return» – «вернуться to America в Америку on the Titanic. На». «Он» – мы помним, легко запомнить. «Он» – меняем две эти буквы местами и ставим место «о». «Он» – «на», «на», «он», «он», «на», «он». И все банально просто, друзья мои. «On the Titanic» – на Титанике. «Suddenly, Mrs. Edelman had a terrible feeling. «Suddenly» – «вдруг» либо «внезапно». Но я переведу как «вдруг». Это будет красивее по контексту. «Suddenly, Mrs. Edelman had» – «поимела». То есть у нее были «a terrible» – «ужасное» – «filling» – «чувство», «ощущение» – «of danger» – «опасности». «She and her husband» – «она» и «её муж». Здесь видим в одном предложении стоит «she» и «her». Очень легко и удобно запомнить. «Она» – это местоимение. Звучит на английском «she». А вот когда речь идет указание «её», то тогда мы используем «her». Посмотрели сюда внимательно и запомнили «she», «она», а то, что «её», «her» – «её муж», «её ребёнок», «её семья», «её билет на корабль», «её телефон», «её автомобиль» и так далее. «Her». Многие знают это слово по переводу как «путешествие», «to travel», но не всегда это путешествие. Это тоже может быть поездка, отправление и так далее. То есть они не отправились, не поехали «on the Titanic», «на Титанике». «Миссис Бланч Маршалл watched the Titanic from an island near Southampton». «That ship is going to sink before it reaches America», she said. «I can see hundreds of people in the icy water». «Миссис Бланч Маршалл watched», «видела». Видим глагол «watch», «смотреть», окончание «иди», «прошедшее время». Пересказ идёт, повествование. «Миссис Бланч watched», «видела the Titanic». «Titanic from an island» из острова near Southampton. Неподалёку от Southampton. «Ниа» – это неподалёку. Не тот случай, когда мы говорим «next», когда что-то рядом с чем-то стоит. То есть какой-то предмет рядышком стоит. «Ниа» используется как бы в географическом понятии. Например, «города». Один город не другой город. Один город неподалёку к другому. Так вот, в данном случае используется «не». И здесь это «не» имеет своё место. «Near Southampton». Неподалёку от Саундхэмптона. «That ship is going to sink». «Этот корабль утонет». Фраза «is going to sink». Мы видим здесь глагол «to be». Почему? Потому что корабль. «Корабль» есть «going», собирающийся «to sink», «утонуть». Но в данном случае мы скажем так. «Корабль утонет». То есть эта фраза используется всегда, когда мы говорим, что мы что-то собираемся делать. Я крайние свои уроки начинаю с такой фразы «I'm going to read the story». «Я собираюсь прочитать историю». Да, мы можем, конечно, перевести это как «я прочитаю историю». Но в английском языке они всегда уточняют, что они собираются что-то сделать. «I'm going to read the story». «I'm going to buy the new car». «Я собираюсь купить новую машину». «I'm going to go to the America». «Я собираюсь в Америку», на сам континент. Хочу посетить и Канаду, и США, и Южную Америку, Мексику и так далее. «Is going to sink». «Он собирается утонуть». Вот «ship». «Корабль собирается утонуть». «Корабль утонет». «Before». «До того». «Before». «Как он достигнет Америки». Глагол «to reach» – это «достигать». Я в свое время запомнил этот глагол очень элементарно. Я знаю, как будет на английском «богатый». «Rich». «Poor» – это «бедный». Итак, «it reaches». Значит, «rich» – «богатый». А обычно, как мы достигаем богатства? Мы идем по этапу жизненного пути. Учимся, развиваемся, учим язык, учим программирование, да, учим что-то такое, что нам поможет увеличить наши доходы и, возможно, стать в свое время богатым человеком. Итак, друзья мои, «to reach» – «достигать» и «rich» – «богатый». Вот таким образом, связав два этих слова, я их и запомнил. «Rich» – «богатый» и «to reach» – «достигать». Итак, «before it reaches America». «До того, как он достигнет Америку». «She said» – «она сказала». Глагол «say» во второй форме – «said». «I can see» – «я могу видеть», «я вижу», «hundreds», «сотни of people», «людей» «in the icy water» – «в ледянящей», «ледяной воде». «Icy» – это «ледяная», «water» – «вода». «Ice» – еще переводится как «лед», а здесь «ледяная» – «Icy», «Icy water». «The Titanic» left Southampton on the south coast of England at noon in April 10, 1912. Even at the start of the trip, the Titanic had bad luck. There was almost an accident in the first minutes of the trip. The danger passed, but for some people this was a bad start to the famous ship's first trip across the Atlantic. Some people said, «it's bad luck». «The Titanic» – «титаник» left – «покинул». Глагол «live» – «покидать», «left» – вторая его форма в прошедшее время. «The Titanic» left Southampton. «Титаник» покинул Southampton on the south coast of England. «South» – это «юг». «South coast» – на южном побережье. «Титаник» покинул Southampton на южном побережье of England, Англии. «At noon» – «в полдень». «Noon» – это «полдень», это «12 часов дня». «At noon» – «в полдень», «on April» – «в апреле», «ten» – «10», «1912» – «1912» года. То есть корабль покинул порт и уплыл. «Even at the start of the trip». «Even» – «даже» – «at the start of the trip». «В начале» – «of the trip» – «поездки» «The Titanic had bad luck». «Титаник» имел неудачу. «There was almost an accident in the first minutes of the trip». «There was almost» – «там было почти», «almost» – это «почти», «an accident», «авария». «In the first minutes» – «в первые минуты». «First» – «первые». «One» – это «один», «а первый», «первая», «первые». «First minutes» – «минуты» – это «в конце» – множественное число. «Of the trip» – «поездки». «The danger passed» – «опасность миновала». «But for some people», «но для некоторых людей», «this was a bad start». «This» – «это was» – «было», «a bad» – «плохим start» – «началом». «Start» – «легко запомнить», «стартуем обычно», «откуда?» «С самого начала». «Start» – это «начало». «To the famous ships' first trip across the Atlantic». «Для некоторых людей это было плохим началом». «To the famous ships» – «на знаменитом корабле в первом», «first trip», «в первой поездке across через the Atlantic», «атлантику». «Some people said», «некоторые люди говорили», «it's bad luck», «это неудача». «A» – «the Titanic sailed past to other ships», «the oceanic and the New York». «Пункт A» – «the Titanic sailed past», «плыл рядом», «past», «проплывал». «Мы видим вот здесь стоят два корабля и ещё какие-то лодочки». «И вот здесь мы видим, что корабль проходит мимо, рядом». Так вот, «past» – это означает «мимо либо рядышком», в данном случае по направлению. «Past to other ships» – «проходил мимо других кораблей». «The oceanic», «oceanic» и «the New York» и «New York». Это не название города, а название корабля. Вот этот какой-то из них «oceanic», а второй «New York». «B» – «because the Titanic was so big», «the New York was pulled closer toward it». «The ropes broke on the smaller ship». «It began to float toward the Titanic». «Translate». «Пункт B». «Потому что the Titanic was so big», «Titanic был таким большим», «so» – это вот преувеличение, такой большой, «so big», «the New York», «New York was pulled closer toward it». «New York приближался», в данном случае притягивался, там течение, мы понимаем, когда корабль плывет, то создает какое-то течение, турбулентность какую-то в воде, да, и таким образом корабль начинает по этому течению притягивать. Так вот, корабль притягивался closer, ближе towards it, к нему. «It» в данном случае к «Titanic». «The ropes», «Rope» – это веревка, канат, такая серьезная веревка, «rope», «the ropes» – веревки, канаты, «broke», «порвались», «break» – это рваться, ломать, а форма вторая, прошедшая, «broke», «the ropes broke», «канаты порвались», «on the smaller ship», «на меньшем корабле», «small» – маленький, а меньший, скажем так, при сравнении, вот это меньше, чем вот это, апельсин меньше, чем арбуз. «The ropes broke on the smaller ship», канаты порвались, веревки порвались на меньшем корабле. «It began», «on начал», глагол «begin» – начинать, вторая форма «began», прошедшее время. «It began», «on начал», «it», потому что, ну, корабль, понятно, «it began to float toward the Titanic». «On начал плыть toward», «toward» – это «к», у нас это одна буква «к», «к Титанику», а у них это «toward», «toward the Titanic», «к Титанику». «Sea», «luckly», «a small boat was able to tie a rope onto the New York», «it pulled the smaller ship out of the way», «транслейт». «Luckly», «к счастью», «a small boat», «маленькая лодка», «boat» – это «лодка», «к счастью», «маленькая лодка», вот видим здесь, да, «small», там «smaller» было «меньший», а здесь «small», просто «маленький». В данном случае «маленькая лодка», «a small boat», «маленькая лодка», «was able to», «смогла», «помним», «мочь в будущем» – это «able to», «was able to», «смогла» «tie», «связать», «тай», «связать», «вязать», «связывать», «to tie a rope», «верёвку onto the New York», «через New York», «через New York». То есть как-то вот смогли её, этот корабль привязать к этому кораблю. «It pulled the smaller ship», «она», «лодка» в данном случае, вот «it», но помним средний род, ни в коем случае не «she», а «it», но в русском языке переводим как «она». «Она pulled», «оттянула», «помним pull» и «push», «когда заходим в торговый центр, видим наклейку «push», «толкай», «pull», «тяни». Так вот, «pulled», окончание «id», «прошедшее время», «она оттянула the smaller ship», «меньший корабль», «out», «подальше», «out», «out». Мы легко можем запомнить, когда выходит мяч за поле, в футболе, кричат «out», то есть всё, вышел мяч, вышел за какую-то границу. И вот «out» – это куда-то вот подальше. Значит, «она оттянула меньший корабль», «it pulled the smaller ship out of the way», «от этого пути», «way» – это путь. «At this time of year, there was also a danger of icebergs in the North Atlantic». «But the Titanic's captain, Edward Smith, wasn't really worried about ice. «This was the unsinkable Titanic». Транслейт. «At this time», «в это время», «of year», «года», «there was also a danger», «был there», переводится как «там», но можем в этом предложении не переводить. «There was also a danger», «была тоже опасность», «of icebergs», «в айсбергах», «in the North Atlantic», «в северной Атлантике». «But the Titanic's captain», «но капитан Титаника», видим, капитан принадлежит Титанику, поэтому «titanics». «Captain Edward Smith wasn't really worried», «не был по-настоящему really», «по-настоящему worried», «обеспокоен». «Можем сказать так, он не беспокоился», «wasn't really worried», «about», «о айс», «о льде». «This» – это «was», «был the unsinkable Titanic», «непотопляемый» «титаник». «Ан» – это приставочка «отрицает», «unsinkable», «непотопляемый». «The queen of the ocean», «королева океана». «The Titanic» was able to carry more than 3,000 people. But there were only 2,207 people on the ship for its first trip. 1st class – 322 passengers. 2nd class – 275 passengers. 3rd class – 712 passengers. 3rd class – 712 passengers. Crew – 898 people. Translate. «The queen of the ocean», «королева океана». Почему «королева»? Ну, непонятно. Вроде бы «титаник», «он», «корабль», но решили называть «королевой». «The Titanic was able to carry more than 3,000 people». «Титаник» мог перевозить «to carry» – это перевозить. «More than» – более чем 3,000 people. «Более чем 3,000 людей». «But», «но», «there were only», «но там было только». «Two thousand», «two hundred, oh seven», «две тысячи двести семь». Помним, да, в начале книги попадалось число, где была цифра ноль. Они не говорят «zero», они говорят «o», используют букву «o». Как бы здесь не цифра, а просто буква «o». «Two hundred, oh seven», «двести семь». «Two thousand», «две тысячи», «two hundred, oh seven». «People», «людей». «On the ship», «на корабле», «for its first trip». «В этом», «its». Тут апостроф запятая пропущена, забыли ошибка. «On the ship», «на корабле», «for its first trip». «В первой поездке». «First class», «первый класс». «Three hundred and twenty-two passengers». «Триста двадцать два пассажира». «Passengers», «видимая сконце, множественное число». «One passenger», «тут триста двадцать два passengers». «Second class», «второй класс». «Two hundred and seventy-five passengers». «Дести семьдесят пять пассажиров», «второй класс». «Third class», «третий класс». «Seven hundred and twelve passengers». «Seven hundred and twelve passengers». «Семьсот двенадцать пассажиров». «Third class». «Видим, да?» «Один, два, три» — это «one, two, three». «А первый», «второй», «третий». «И там потом четвёртый и пятый». «Поехали». «First», «second», «third». «Там дальше проще». «Четыре four», «четвёртый fourth». «Пять», «five», «пятый fifth». «Крю», «команда», «крю», «команда», «eight hundred», «восемьсот», «нighty-eight», «девяносто восемь», «пипл», «людей». «The different classes didn't mix on the ship». «They slept, lived and ate on different decks». «Of course, the first-class passengers were on the higher decks». «The second-class passengers were in the middle». «Then came the third-class passengers at the bottom». «Translate». «The different classes», «разные классы». «Different», «разный». «Didn't mix», «не смешивались». «On the ship», «на корабле». «Микс» – это «мешать». «Миксер» у нас у каждой женщины, ну, наверное, у многих женщин есть такой прибор столовый, как «миксер». Они там взмешивают что-то для приготовления, например, блинчиков. Так вот, «микс», «миксер» как раз и берет свое начало от слова английского «микс». «Миксер», «миксер», «р» в конце, то есть мы уже его присвоили, это слово. Так вот, «микс» – это «мешать». «Didn't mix», «не смешивали». «On the ship», «не смешивали на корабле». «Разные классы не смешивали на корабле». «They slept, lived and ate on different decks». «Они slept», «спали». «Lived», «жили». «And ate», «ели». Видим все три глагола в прошедшей форме. «On different decks» – на разных палубах. Помним, из первого урока «deck» – это палуба. «Of course», «конечно же», «of course, my darling», «конечно же», «моя дорогая», «of course», «the first class passengers were on the higher decks». «Конечно же», «the first class passengers», «пассажиры первого класса», «were», «были», «on the higher decks», «на самой высокой палубе». «Higher», «high» – это «высоко», «higher», то есть «наивысший», «на самой высокой палубе». «The second class passengers were in the middle». «Пассажиры второго класса», «second class», «пассажиры второго класса», «were», «были», «in the middle», «посередине». «Middle» – это «середина». «Then», «затем», «came the third class passengers», «шли пассажиры третьего класса», «at the bottom». «bottom» – мы помним этот перевод слова из первого урока как «дно», но в принципе логично, скажем так, у корабля есть дно, поэтому на дне корабля, но в самом низу, можем сказать так. «First class» – первый класс. «The wild star line called the Titanic the queen of the ocean». «For first class passengers, life on the Titanic was as comfortable as life in the most expensive hotels in Europe and America». «There were hundreds of servants to look after them». «Their private rooms were large and comfortable. They could enjoy a swimming pool, a library, Turkish baths and excellent restaurants and bars». Translate. First class. Первый класс. «The white star line» – название компании. «White star line» – called, называла the Titanic, the queen of the ocean, королевой океана. «For first class passengers, life on the Titanic, жизнь на Титанике, was as comfortable as life in the most expensive hotels». Жизнь на Титанике была такой, помним сравнение, такой комфортной, комфортной, легко запомнить слово, комфортная, комфортная, такой комфортной, as, как life, жизнь, in the most expensive, в самых дорогих отелях, hotels, in Europe, в Европе, and America, и Америке. «There were hundreds of servants». Там были hundreds, сотни, of servants, слуг. «Servant» – это слуга. «Servants» – множественное число. Там были сотни слуг, to look after them, чтобы приглядывать, прислуживать за ними. «Their private rooms» – их частные. «Private» – это приватное частное. «Private rooms» – их частные комнаты. «Were large» – были огромными. «Big» – это большая, а «large» – это что-то больше, чем большое, то есть огромные. «Were large» – их комнаты были огромные. «And comfortable» – и комфортные. «They could enjoy» – они могли наслаждаться. «Enjoy» – наслаждаться. «A swimming pool» – бассейном. «Swimming pool» – это бассейн. «A library» – библиотекой. «Turkish baths» – турецкими банями. «And excellent» – и выдающимися, прекраснейшими. «Restaurants» – ресторанами. «И барами» – ресторанами. «Some of the richest people in the world were on the ship. In fact, American John Jacob Astor IV was possibly the richest of all. In 1912, he had 87 million dollars. That is more than one billion five hundred million today. Но они называют не один миллиард пятьсот миллионов. Они говорят one thousand five hundred million, то есть тысячи пятьсот миллионов. «Bruce Ismay» – the president of the White Star Line. Тут все просто. «Bruce Ismay» – имя «the president of the White Star Line». Президент кого? Принадлежит он компании. «White Star Line» – and «Thomas Andrews». «The ship's builder» – корабельный строитель, то есть строитель этого корабля, создатель корабля, were also, были также on the Titanic, на Титанике. «Second class» – второй класс. «Life for the passengers in second class was comfortable too. In fact, second class on the Titanic was as nice as first class travel on many other ships. These passengers also had a library and a few bars. They, too, could walk around on an open deck and enjoy view of the ocean. Translate. «Second class» – второй класс. «Life for the passengers» – жизнь для пассажиров. «In second class» – второго класса – was comfortable too. «Была комфортно и тоже». «In fact», по факту, «second class» – второй класс, on the Titanic, на Титанике, was as nice as first class travel on many other ships. По факту, второй класс на Титанике был as nice, опять сравнение as, as. «Такой хороший» – nice, даже крутой, можем сказать, да. «As first class» – как на первом классе в путешествиях on many other ships, на многих других кораблях. «Many» – многие, «other» – другие ships, кораблях. «S» в конце. «Ship» – корабль, «ships» – корабли. «These passengers» – эти пассажиры, also, также, had a library, имели библиотеку, and a few bars и бары. «They» – они, too, тоже, could walk around, могли гулять, вокруг, on an open deck, на открытой палубе. «And enjoy» – и наслаждаться. «View» – видом of the ocean. «Океана». «Вид принадлежит океану, поэтому «view of the ocean». «3rd class» – more than half of the passengers were in the third class. «Of course, life on these decks wasn't as comfortable, but the rooms were clean and bright». «Транслейт». «Транслейт» – 3rd class. «Третий класс». «More than half of the passengers». «More than» – более чем «half» – половина of the passengers пассажиров were in third class. «Были в третьем классе». Of course, конечно же, life, жизнь, on these decks, на этих палубах, wasn't as comfortable, не было, видим здесь, глагол was not, wasn't, was not, отрицание, wasn't as comfortable, такой комфортной. But, но, the rooms, комнаты, were, были, clean, чистые and bright, и сияли. More than 100 of the third-class passengers were from Ireland. The others came from many different countries in Europe. Most of them had the same dream. They were living their problems in their own countries. For them, the United States of America was the promise of a new life. Translate. More than 100 of the third-class passengers, more than, более чем, 100 of the third-class passengers, пассажиров третьего класса, were from Ireland, были из Ирландии. The others came, другие, приехали, from many different countries in Europe. From is many, многих, очень легко запомнить, many, многие, different, разных countries, стран, in Europe, в Европе. Most of them, большинство из них, most, most of them, большинство из них, had the same dream, имели мечту. Dream – это мечта. Можно переводить как сон, но также и мечта. They, они, were living their problems. They were living. Leaving – мы знаем, что глагол с инговым окончанием означает покидание своих проблем. Они уходили от своих проблем, бежали. They were living. Они покидали their problems, их проблемы, in their, в их own countries, собственных странах. Own – это собственное. Own countries – собственных странах. For them, для них, the United States of America, Соединенные Штаты Америки, was the promise, было обещанием. Promise – обещание of a new life, новой жизни. Итак, друзья, прочитали, разобрали полностью эту книгу. Я надеюсь, я ничего не упустил. Может, где-то ошибся, поправите меня в комментариях. Все-таки человеческий фактор, работа на камеру, переживания. Все еще учусь, учусь, друзья мои. Итак, сейчас я приступлю к полному прочтению этой части для вашего слуха, для проработки вашего слуха. Аудирование. Итак, please attention. Внимание. Strange Books In 1898, Morgan Robinson wrote a book called Futility, or The Wreck of the Titan. The book told the story of a ship crossing the Atlantic. It hit an iceberg and sank. Almost all the passengers died because there weren't enough lifeboats. Six years earlier, in 1892, William Tedstead wrote From the Old World to the New. In that story, too, a ship hit an iceberg and sank. Another ship picked up the survivors. The captain's name was A.J. Smith, the name of the Titanic's captain. 20 years later, Tedstead traveled on the real Titanic. He didn't survive. Dreams and bad feelings. The Edelmans were planning to return to America on the Titanic. Suddenly, Mrs. Edelman had a terrible feeling of danger. She and her husband didn't travel on the Titanic. Mrs. Blanche Marshall watched the Titanic from an island near Sunhampton. That ship is going to sink before it reaches America, she said. I can see hundreds of people in the icy water. The Titanic left Sunhampton on the south coast of England at noon on April 10, 1912. Even at the start of the trip, the Titanic had a bad luck. There was almost an accident in the first minutes of the trip. The danger passed, but for some people this was a bad start to the famous ship's first trip across the Atlantic. Some people said, it's bad luck. A. The Titanic sailed past two other ships, the Oceanic and the New York. B. Because the Titanic was so big, the New York was pulled closer toward it. The ropes broke on the smaller ship. It began to float toward the Titanic. C. Luckily, a smaller boat was able to tie a rope onto the New York. It pulled the smaller ship out of the way. C. At this time of year, there was also a danger of icebergs in the North Atlantic. C. But the Titanic's captain, Edward Smith, wasn't really worried about ice. C. This was the unsinkable Titanic. The Queen of the Ocean. The Titanic was able to carry more than 3,000 people. C. But there were only 2,207 people on the ship for its first trip. C. First class, 322 passengers. C. Second class, 275 passengers. C. Third class, 712 passengers. C. Crew, 898 people. C. The different classes did not mix on the ship. C. They slept, lived and ate on different decks. C. Of course, the first class passengers were on the higher decks. C. The second class passengers were in the middle. C. Then came the third class passengers, at the bottom. C. First class. The White Star Line called the Titanic the Queen of the Ocean. For first class passengers, life on the Titanic was as comfortable as life in the most expensive hotels in Europe and America. C. There were hundreds of servants to look after them. C. Their private rooms were large and comfortable. C. They could enjoy a swimming pool, a library, Turkish baths and excellent restaurants and bars. C. Some of the richest people in the world were on this ship. C. In fact, American John Jacob Astor IV was possibly the richest of all. C. In 1912 he had 87 million dollars. That is more than 1,500 million dollars today. C. Bruce Ismay, the president of the White Star Line and Thomas Andrews, the ship's builder, were also on the Titanic. C. Second class. C. Life for the passengers in second class was comfortable too. C. In fact, second class on the Titanic was as nice as first class travel on many other ships. C. These passengers also had a library and a few bars. C. They, too, could walk around on an open deck and enjoy view of the ocean. C. Third class. C. More than half of the passengers were in the third class. C. Of course, life on these decks wasn't as comfortable, but the rooms were clean and bright. C. More than 100 of the third class passengers were from Ireland. C. The others came from many different countries in Europe. C. Most of them had the same dream. C. They were living their problems in their own countries. C. From them, the United States of America was the promise of a new life. C. Итак, дорогие друзья, я вас приветствую. C. Of course, we read another book about a movie about the Titanic movie. C. The Titanic, основанный на реальных событиях, мы все помним. C. 10 апреля выплыл в 1912 году из Саундхэнтона. C. Красивейший лайнер тех времен, единственный в своем роде. C. Его настигла беда. C. Он наткнулся на огромный айсберг посреди океана и, к сожалению, утонул. C. Погибло очень много людей. C. Некоторые из них выжили, рассказали эту историю. C. По факту этой истории были написаны книги, газетные статьи и, конечно же, был снят замечательный фильм от Джеймса Кэмерона. C. Друзья мои, я надеюсь, вам этот урок понравился. C. Я также надеюсь, что вы ведете записи, записываете те слова, которые вам встречаются новые. C. Также тренируетесь в произношении, постоянно работаете над своей дикцией, постоянно работаете над своим акцентом, чтобы он не был такой у вас рубленый, а более похож на носителей. C. Друзья мои, я очень рад, что вы подписываетесь на мой канал. C. Друзья мои, уважаемые дамы и господа. C. Друзья мои, я прошу вас, не спешите, не переживайте. Чем чаще вы будете прочитывать, прослушивать, потом опять читать уже без меня. C. Вы ставите на паузу и читаете без меня, проговариваете вслух. C. Чаще возвращайтесь к этим словам, к этим предложениям, словосочетаниям. C. Идите сначала к более легким книгам. C. У меня каждая книга на титульной заставке указан уровень, и одна из подписчиц тоже поблагодарила меня за уровень, то, что можно ориентироваться первый, второй, третий, четвертый уровень. Уровней будет порядка семи, то есть когда-то мы дойдем и до серьезных таких книг, но дело во времени. Мое дело во времени, это больше уделять этой работе и готовить для вас огромное количество разных историй, разных книг. Ваше дело, это уделять время по возможности в свободное время и возвращаться к прочтению, к прослушиванию. Едите в машине, включите и слушайте, не нужно читать, просто слушайте вместо радио. Друзья мои, вот представьте, на самом деле мы не задумываясь, кто-то конечно задумывается, я например всегда об этом задумываюсь, что большинство людей тратят свое время попусту. Многие люди тратят огромное количество времени на то, что просто попусту прожигают свои минуты, свои часы и дни в каких-то социальных сетях. Они тупо сидят, листают пальчиком по экрану, пересматривая какие-то фотографии чужих вообще незнакомых вам людей. Также читают какие-то непонятные посты каких-то тоже чужих незнакомых людей. Просматривают эти недалекие, скажем так, видео взрослых, казалось бы, людей, которые просто-напросто обезьяничают на экране перед своей камерой и потом выставляют это на общее обозрение. Люди, к сожалению, деградируют с огромной скоростью. Это проблема 21 века. В 20 веке и в 19 все старались учиться, в 21 все стараются не учиться. Друзья мои, но это не наш путь. Мы с вами хотим быть цивилизованными, мы хотим путешествовать, мы хотим работать, развиваться в карьере, поднимать свой уровень заработка. И возможно кто-то хочет стать финансово независимым человеком, чего я в принципе желаю многим из вас. Друзья мои, английский язык это путь к тому, чтобы как минимум ваш мозг там не атрофировался от просмотра этих бестолковых комментариев на разные туповатые видео. А наоборот, вы заставляете себя работать и нейроны в вашем мозгу будут постоянно получать подпитку. Есть уже доказательства научные о том, что чем больше человек учится и чем больше он акцентирует внимание на мозговой активности, тем лучше мы будем себя чувствовать уже в таком, скажем, в достойном возрасте нашей жизни. Друзья мои, я вам советую, учитесь. Я учусь вместе с вами. Я тоже продолжаю выписывать какие-то незнакомые мне слова и их периодически просматривать в своем блокноте туда, куда я их выписываю уже много-много лет. Друзья мои, я вам этого же советую. Английский язык это путь в цивилизованный мир. Английский язык это возможность получить хорошую работу, либо хорошую должность на вашей уже существующей работе. Английский язык это способность коммуницировать с иностранцами и возможно кто-то будет влюбляться, кто-то будет путешествовать, а кто-то завяжет интересные и полезные отношения для своего бизнеса, для своего предприятия и так далее. Мир настолько открытый, мир настолько быстрый сегодня, мир настолько оперативный, что нужно за ним поспевать. Друзья мои, на этом хочу остановиться. Всем вам мотивации и вы меня мотивируете тоже своими комментариями, своими лайками. Друзья, мы работаем вместе, мы работаем каждый день, мы работаем по нескольку раз в день, стараемся прогрессировать и делаем это во благо себя любимых. Потому что если мы не будем любить себя, нас никто не будет любить. Такова наша реальность. Друзья мои, всем удачи. Как всегда хочу пожелать. Be happy. Be clever. Be brave. Be free. See you soon. See you tomorrow. See you next time. Bye-bye, guys.